Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас на обзоре новинка от компании Sportex фидерная серия Exclusive RS2. Модель вышла только вот совершенно недавно. Большинство подавляющих рыболов, они ничего не знают, поэтому я решил записать такой вот видеообзор о всех 13 моделях, а точнее 12, если можно так сказать. 13 модель считается все-таки поплавочной, хотя по какой-то причине она входит все-таки в фидерную серию. Ну, в общем-то, об этом чуть-чуть позже. Ну, скажем так, у нас 12 полноценных фидеров, красивого дизайна, с качественной фурнитурой и с гарантией 10 лет. Начнем по порядку. Из чего сделано? Производитель заверяет нас, что Carbon T800. Если по привычной нам классификации, я бы сказал, что это 40-46 тонн. То есть это достаточно дорогой японский Carbon, высококачественный. Фурнитура кольца Seagite. Скажу сразу, что только на 330-й модели диаметр внутренний, обратите внимание, потому что многие производители пишут наружный диаметр кольца, допустим, 20 условно, а человек начинает мерить, а внутренний получается намного меньше. Его же интересует именно внутренний диаметр. Значит, внутренний диаметр у нас 15 миллиметров на модели 330-й. На всех остальных моделях до Heavy у нас диаметр внутреннего кольца 20 миллиметров. И на Heavy моделей у нас серия стоит Seagite KV с увеличенным внутренним диаметром. Он равняется 30 миллиметрам. Значит, катушка-держатель качественный, увеличенный катушка-держатель Fuji Skeleton. Как вы видите, отличнейший держатель, современный. Сам по себе не только красивый внешне, но и очень функциональный. С нижней, обратите внимание, гайкой. Вот вы заметили, что многие производители, если думающие производители, кто хорошо понимает, на фидера серьезного экстра-хэви-класса, которые подвержены тяжелым нагрузкам, частенько все больше и больше ставят катушка-держатели с нижней гайкой. Потому что это максимально надежные держаки. То есть, я вам могу сказать за это Fuji, что здесь то, что нужно Fuji, никогда здесь проблем с ним вы иметь не будете. Абсолютно. Но по дизайну, как вы видите, очень лаконичный. Строгий дизайн. Мне лично очень нравится. Трехопорные кольца стоят, которые, в общем-то, сбрасывают леску. И можно сказать, что они противозахлестные. Дальше идет такая вот модернизированная рукоять, в отличие от предыдущей серии. С утонченной в центре юбочкой такой. А здесь у нас идет шире. Здесь, соответственно, тоже диаметр больше, для того, чтобы как раз в месте хвата нам было комфортно и удобно. Здесь у нас пробка. Дальше идет высококачественная Evo. Очень качественная Evo. Это лучшая Evo, что я, в общем-то, видел на заводах. Ну и, соответственно, фирменная торцевая пробочка Sportax резиновая. В комплекте вершинки три штуки у всех. Все вершинки карбон. И, что немаловажно, имеют увеличенный внутренний диаметр колец. И в том числе тюльпана. Плюс к этому тюльпан противозахлестный. Ну, что называется, сделали все, что нравится нашим рыболовам. И крупные кольца, и противозахлестное нижнее кольцо, и противозахлестное верхнее тюльпан на вершинке. То есть, лови шок-лидерами, бросай как угодно, ошибайся, ничего с ним не будет. Все, ваши запуты лески, они сбросят, и поломок не произойдет. Значит, я измерил большое количество показателей. Это и вес перевесил. Смотрите. Длину рукояти от нижней части я замерял до торца. Соответственно, диаметр кольца, диаметр бланка здесь. Транспортную длину, количество вершинок. То есть, я доверяю только своим замерам, поэтому, пожалуйста, переходите на сайт Multifish. Ссылочка будет на раздел в описании под видео. Там я проставлю все эти характеристики, просто чтобы не занимать огромное количество времени перечислением всего-всего-всего. Еще важный момент, что к этим фидерам вершинки будут и практически есть. То есть, они уже на подходе, и люди уже у меня их заказывают. Поэтому, никаких проблем с поставкой вершинок здесь, ну, на данный момент нет и не будет. Имейте это в виду. Но, если даже вы сломали этот фидер, у вас, во-первых, дает производитель гарантию 10 лет. Во-вторых, мы, как магазин официальный от поставщика Sportax, даем бессрочную, даже не на 10 лет, гарантию от своего магазина на эти фидера бессрочную. Плюс, две запчасти в год вы сможете получить совершенно бесплатно в период проведения такой акции. Условия подписка на социальные сети, Telegram, ВКонтакте, YouTube, покупка у нас. Посмотрите подробнее в раздел программы лояльности на сайте Multifish. Все, вышесказанно, не является публичной офертой. Мы такие акции можем отменить в любой момент. Это не наше обязательство. Тем не менее, три года мы их уже проводим. И, прежде чем потрясти фидерочки, вот такая моделька у нас. Называется она «Флот». Флот, как вы понимаете, это поплавок. То есть, это, в общем-то, поплавочное удилище. Тоже серия «Эксклюзив» XT. Узилище также снабжено той же самой фурнитурой «Сигает Фуджи» катушка-держатель. Только здесь, видите, вся рукоять у нас из «Эва». Также качественно сделано. Также противозахлёстное кольцо. Вы спросите, для чего это нужно? В общем-то, это удилище часто применяют именно для карповой ловли. Когда вам нужно половить на поплавок, нужно забросить бомбарду, например, на форель. То есть, как вариант теста, это удилище указан 40 грамм. Сейчас я вам скажу, 20-40 грамм, 420 у него длина. Поэтому, также, кто захочет, вы можете его переоборудовать по большому счёту даже в донную снасть. Вы можете забросить, в крайнем случае, маркер на нём. То есть, это, в общем-то, такой универсал, который вы можете использовать для карповой рыбалки. Строй параболик. То есть, она мягенькая. И вы это, в общем-то, увидите, когда мы сейчас их разложим. Я думаю, пойдём раскладывать. Итак, друзья, разложили. Ну, вот у меня в руках 330-3585. Давайте я вот так буду вам говорить, что попроще. Самый, можно сказать, лайтовый вариантик. В руках лежит очень хорошо. Ну, от меня вы вряд ли услышите каких-то отрицательных здесь слов. Ну, потому что мне эта серия нравится, как и предыдущий эксклюзив. Давайте нагрузим. То есть, очень бросковая палка с возможностью перегруза. То есть, даже это ко всем относится, не только к этой. Она изумительно бросает. То есть, совершенно спокойно я ей бросаю 50-65 метров, совершенно не напрягаясь. Значит, следующая модель-ка у нас 360-3585. Смотрите, здесь колечки уже чуть покрупнее стоят. Очень тоже посылистая, смотрите. Отлично она вяжет, отлично работает. То есть, кому нужно далеко забросить, это вот этот вот вариант. Здесь я бросал кормушки 90 плюс корм, да, она уже начинает валиться. Оптимально, я бы сказал, до 75-80 плюс корм. Так, следующий вариант. Следующий вариант у нас 360-65-125. Ну, примерный аналог. Тоже очень, смотрите, как она работает. Просто бросковая очень палка. Загрузим. Тоже под нагрузочкой, смотрите. Вот запас, что мне нравится в этих фидерах, это чувствуется абсолютная уверенность. То есть, я совершенно спокойно могу там сейчас вот следующую, наверное, в два раза больше согнуть. Но абсолютная уверенность. При этом она лежит очень удобно в руках. Триста шестьдесят пять, девяносто пять, сто шестьдесят пять. Ну, построже, видно. Но строй такой же, смотрите. Она и вяжет, и отрабатывать будет прекрасно. То есть, каждый рывочек, следующий, там, два подряд рывка, на втором рывке, после остановки от первого, включится просто изумительно. Ну, давайте я сильнее его со всей силы. Вот я на вытянутых руках еще. Синее, синее, синее. Да, 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 да. Ну, смотрите. Потрясающе. И при том ощущение, что она еще выдержит. Но этот фидер не совсем не кол, абсолютно. И не совсем не дубина, как говорится. Да, триста шестьдесят пять, девяносто три, сто девяносто два. Смотрите. Тоже быстренькая палочка очень. Ну, кому нужно, в общем-то, большой тест достаточно на не очень далекие расстояния бросать. То есть, до семидесяти, ну, да, до семидесяти метров. Вот то, что надо. Реки, карповники, кому нужно, универсал и туда, и туда. Значит, следующее. Триста девяносто 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 пять, сто шестьдесят пять. Ну, то же самое фактически, да. Только в другой длине. Вот, ей я бросал под сто метров, не напрягаясь. Ну, как, хороший такой мощный силовой бросок под сто метров улетает. Ну, отлично. Так, следующее. Триста девяносто пять, шестьдесят пять, сто двадцать пять. Ну, это один из самых востребованных фидорочков для рек со средним течением. Многие его берут, ну, немногие, некоторые, на водохранилище для того, чтобы выкармливать леща на больших дистанциях крупными закормочными кормушками. И, в общем-то, это часто востребовано и часто действительно нужно. Потому что стая леща сметает буквально там за минуты или секунды вашу прикормку. Так, следующий. Три, так, у нас четыреста двадцать пять, девяносто пять, сто шестьдесят пять. Ну, максимальная дальнобойная палка за сто метров. Я ставил кормушку двести грамм. Она вот прям очень хорошо грузится. Вопрос только в силе самого раболова. Но она помогает, очень помогает бросать. То есть загружаете, отпускаете, все улетает. Вот я, смотрите, двумя руками. То есть мощь очень хорошая и уверенность в ней тоже. Не помню, вот эту я показывал или нет. Но еще раз давайте покажу. Триста девяносто пять, девяносто пять, сто шестьдесят пять. По-моему, показывал. У меня просто здесь на стойке перепуталось. Смотрите, вот она палочка. Рапирка такая силовая. При этом хорошо вяжущая. Отлично работающая в броске. Видите, какой строй просто прекрасный. Значит, следующее. Триста шестьдесят, сто пятьдесят пять, двести двадцать пять. Смотрите, какие огромные кольца у хавиков. Серия КВ. То есть вот сюда охотят десяти тысячную катушку. Ставите, как я говорил ранее. Сюда влезает там шесть-восемь тысяч совершенно спокойно. Мощная силовая палочка. Опять же, смотрите, напрягаем. И вот еще сильнее-сильнее-сильнее-сильнее-сильнее-сильнее-сильнее. Да, то есть вы можете выволакивать. Повторяю, чем мне нравится эта серия эксклюзив, что при достаточно мощных тестах эти фидера лежат очень приятно в руке. Вот смотрите, следующая моделька. Триста девяносто, девяносто три, сто девяносто два. Рейки, течение, силовая рыбалка. Двести грамм кормушку он бросает. То же самое, смотрите. Я не справляюсь одной, вот. Чувствуете? Мощь. Мощь, и при этом он приятно лежит в руках. Так, следующая модель. Триста девяносто, сто пятьдесят пять, двести двадцать пять. Одна из самых силовых хэвиков. Экстра хэвиков, я бы даже сказал. Нагружаем, кольца смотрим. Тоже огромные кольца, подмощные силовые катушки. Следующая. Четыреста двадцать пять, сто пятьдесят пять, двести двадцать пять. То есть дальнобойная палка с мощным тестом экстра хэви. Нагружаем. Тому, кому нужно закинуть очень далеко, очень большой утюг. Огромный вес. Вот я даже, у меня руки уже даже дрожат. То есть настолько жестко тянет Константина, и нагрузка, естественно, здесь у меня в Кумри намного больше. Так, и смотрите, еще такой вот эксклюзивный поплавочный вариант. 420-20-40, это флот. Флот у нас поплавок. Ну, к фидерам он не относится, конечно, но, тем не менее, смотрите. Вот такая поплавочная полумочевка, которую вы можете работать с любыми насадками, по большому счету. От поплавка до того, что вам вздумается. Вот, друзья, посмотрели. Я думаю, что ваше мнение о фидерах точно такой уж, как мое. Вам они понравились. Действительно, классные палки, надежные, качественные, сделаны с качественной фурнитурой. Я, прежде чем записать это видео, провел два дня на воде. На какие-то фидера мне удалось половить. Какими-то я просто побросал разные веса, чтобы понять вообще, как работает бланк, чтобы не сказать вам что-то не то, и действительно отвечать за свои слова. В целом, мое мнение только положительное. С моей точки зрения, они не бюджетного сегмента, но они стоят этих денег. Значит, по поводу чехла. Качественный велюровый чехол, красиво сшит, смотрите. Имеет и липучки, несколько отделений. То есть у нас здесь отделение, как под тубус с вершинками. Видите, с точностью также здесь отделение под колено. И также имеется два отделения уже с этой стороны. Два отделения, соответственно, под комлевое колено и под среднее колено. Видите, все это с клапаном на липучке. В общем, действительно стоящая модель. Я надеюсь, что видеообзор мой понравился. Пожалуйста, поставьте пальчик вверх под видео, нажмите кнопочку подписаться, не уходите без этого. Это вам, от вас, мне большой подарок. Всего доброго и до новых встреч. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!